Добрый вечер! Шахнул нам и хроника «Семи дней». Шахнул нам и хроника «Семи дней». А также постановление о дополнительных мерах по эффективной организации и деятельности по борьбе с коррупцией. 6 июля глава государства утвердил постановление о мерах по дальнейшей поддержке одаренной молодежи, зачисленной в состав студентов высших образовательных учреждений республики. Под председательством президента Шавката Мирзиёева 7 июля состоялось видеоселекторное совещание, посвященное развитию виноградарства и промышленной переработке винограда, а также мерам по организации энотуризма в регионах. Руководитель Узбекистана на неделе подписал постановление о дополнительных мерах по эффективному использованию действующих пастбищ и поддержке переработки шелка и шерсти в республике. 9 июля президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по вопросам развития спортивного образования и подготовки Олимпийского резерва. Также 9 июля глава нашего государства ознакомился с созидательной работой в парке «Новый Узбекистан». Древние традиции, а на современном этапе огромные возможности, имеют виноградарство. Важная часть земледельцевской культуры и солидный источник дохода – сфера с высоким экономическим и социальным эффектом. За последние 4 года заложены десятки тысяч гектаров новых виноградников, направлены сотни миллиардов субсидий, заметно вырос экспорт. Но анализ рынка выявляет приличный ресурс неиспользуемых возможностей. Поговорить о проблемных точках сферы президент на этой неделе собрал специалистов и руководителей. Факты указывают на следующее. В некоторых районах крупных виноградников стало меньше. Почти не ведутся селекционные работы, не соблюдается технология выращивания, как следствие снижается продуктивность. Оставляет желать лучшего и уровень переработки. Что же говорить об энотуризме? В стране организовано всего несколько туристических плантаций. Стоит задача увеличить и экспортоориентированные, для обслуживания которых считают важным создать соответствующую инфраструктуру. И ставку делают на потенциал приусадебных земель. А опыт успешных в этом направлении районов намерены популяризировать. Президент сказал, что в том числе необходимо создать винодельческие кластеры для организации полного цикла переработки винограда и производства готовой продукции. Одним словом, в сферу придут инновации. Станет больше новых лучших сортов. И, по всей видимости, вырастет экспорт. О современных формулах золотой лозы в нашем комментарии. Обилие солнечных лучей, плодородная почва и замрудная вода вкупе с многовековыми традициями виноградарстве создают уникальные возможности для развития данного направления. Такие перспективы выводят нашу страну на передовые позиции в мире. Правда, при умелом использовании имеющегося потенциала. А он, поверьте, огромен. Вкусовые качества, выреченного на этой благодатной земле, винограда бьют все рекорды. Потому повышению качества и объемов продукции уделяется отдельное внимание. За последние годы делается в этом плане немало. Разбиваются новые виноградники, привлекаются инвестиции. Но пока, мягко говоря, работа идет не так, как бы хотелось. И это при возрастающем ежегодно спросе на продукцию. Проблем достаточно. Одна из них связана, к примеру, инертностью. Отшли, я сказать, неэффективными подходами к созданию новых высокоурожайных сортов винограда. Ориентированных на экспорт. Так что работа еще не початый край. И время требует ее совершенствования на основе современных тенденций в отрасли. Вопросы развития виноградарства и промышленной переработки винограда, а также меры по организации энотуризма в регионах, широко обсуждались и на состоявшемся под председательством президента 7 июля этого года в виде селекторном совещании. Самая большая задача, сделав все, чтобы люди были довольны, увеличивать рабочие места с точки зрения их доходности. Мы хотим сегодня проводить эксперимент по развитию виноградарства в 44 районах. Сколько постановлений я подписал в сфере виноградарства. Хакимы этих 44 районов могут смело определить для себя виноградарство в качестве точки роста, сделать драйвером, чтобы прокормить людей. Все можно сделать, если работать, используя научный потенциал. Если будут использовать инновационную, инвестиционную привлекательность, сегодняшние возможности, мы сможем за три года экспортировать только винограда на полтора миллиарда долларов. В Узбекистане очень большие возможности. Почему президент ставит эту задачу? Потому как есть рынок сбыта. И мы способны. Будет правильно сказать, что виноградарство – это культура нашего национального земледелия, которое насчитывает много веков. Это ценность, гордость и источник дохода. Более того, оно тесно переплетено с традициями и образом жизни народа. В областях Ферганской долины, Джизаки, Кашкадаре, и в Сурхандаре, и в Махалях Ташкента. Ведь были виноградники. Ведь наши предки обучили нас этому. Это ценность, это духовность, это культура. Если мы эту культуру возродим и в Ташкенте, ветераны Аксакалы будут довольны нами. Мы все знаем, что такие сорта винограда, как Хусайни, Тойфи, Розаматота, Келенбармак и Кишмиш, славились далеко за пределами нашей страны. Исходя из этого, за последние 4 года на 52 тысячах гектарах созданы новые виноградники. В отрасли выделено 210 миллиардов сумм субсидий. За прошедшее время в экспорте плодов и овощей доля винограда увеличилась в два раза. Это источник экспорта. Сегодня в стране виноград выращивается на площади в 90 тысяч гектаров. В этой сфере на постоянной и сезонной основе заняты 900 тысяч человек. По объему продаж виноград занимает среди плодов третье место на мировом рынке. А спрос на него растет в среднем на 350 миллионов долларов ежегодно. Всего ежегодный экспорт винограда в мире составляет 10 миллиардов долларов. Если проанализировать, то потенциал виноградного экспорта Узбекистана оценивается минимум в 600 миллионов долларов. Изюма в 500 миллионов долларов. Это очень большая возможность. Но многолетний опыт, накопленный в сфере, теряется с каждым годом. Анализ ситуации указывает на необходимость решения многих задач. В частности, в некоторых регионах площадь крупных виноградников за 4 года сократилась на 4 тысячи гектаров. Селекционная работа в сфере практически отсутствует. До сих пор выращиваются сорта винограда, созданные 40-50 лет назад. Наука и технология выращивания лозы не соблюдаются. Ни ученые, ни производители не занимаются устранением болезни. Мы забросили этот вопрос. Между тем, ежегодно на мировой рынок поступает свыше 400 новых сортов винограда. Более 400. А у нас ни от одного Хакима, ни от одного представителя Министерства инвестиций или инноваций нет ни одного предложения. Даже если есть, то от лабораторий. Мне не нужны предложения с лабораторий. Мне практически нужны предложения. Мы должны кормить людей, должны экспортировать, зарабатывать валюту для страны. Да, виноградарство, можно сказать, у нас в крови. Народ имеет огромный опыт, просто нужно правильно распорядиться им. Не ждать у моря погоды, а стремиться вернуть и приумножить былую славу нашего винограда. Не только воссозданием того, что было, но и широким внедрением самых последних достижений науки. Чтобы продукция на мировом рынке была в числе лучших и самых востребованных. Что обеспечит высокий экономический и социальный эффект. Ведь подумайте только, на выращивание столового винограда на одном гектаре расходуется в среднем 100 миллионов сумм. И через 4 года данная плантация может принести чистую прибыль в размере 250 миллионов сумм. Масло из виноградных косточек также высоко ценится на мировом рынке. Для нас это вроде бы в диковинку перерабатывать их, но они служат сырьем, в частности, фармацевтической и косметологической промышленностях. Содержат в 10 раз больше витамина Е, нежели подсолнечное масло. Наши предприятия специализируются на переработке винограда и фруктов. Мощность технологического оборудования позволяет перерабатывать 32 тонны сырья. Из Южной Кореи привлекли 780 тысяч долларов инвестиций. Имеем возможность также получать масло из косточек винограда. В настоящее время обеспечили постоянной работой около 20 представителей сельской молодежи. После выхода на полную мощность постоянные рабочие места возрастут до 40. К сезонным работам привлечем еще 60 человек. Один гектар виноградников, особенно шпалерного типа, может обеспечить работой до 10 человек, даст продукцию на 300 миллионов суммов и обеспечив ее экспорт в среднем на 25 тысяч долларов. В то время как один гектар зерновых культур обеспечивает занятость двух человек, дает продукцию максимум на 20 миллионов суммов. Чувствуете разницу? Небо и земля. Мы с семьей думали, чем бы заняться, чтобы целый день, весь год быть вместе. Поэтому решили, что сельское хозяйство является такой сферой деятельности, где нам можно трудиться всей семьей целый день и на протяжении всего года. Потом мы стали изучать, какая же сельхозкультура наиболее эффективна. И по исследованиям институтов определили, что виноград дает максимальный эффект от одного гектара земли по сравнению с другими культурами. То внимание, которое государство уделяет сейчас виноградарству, от которого было заявлено на ведение селектором совещании, оно дает мощный импульс для развития виноградарства и виноделия в том числе. Потому что предлагаются хорошие очень субсидии. И расширился список субсидий, который выделялся для виноградарства. Теперь фермерам будет легче купить шпалеру, купить саженцы, организовать капельное решение. И те планы, которые были и у нас тоже расписаны на ближайшие пять лет, мы сможем их воплотить в ближайшие год-два. И в дальнейшем получать хорошие урожаи в ближайшие годы. В то же время на ведеселекторном совещании были обозначены проблемы, из-за которых снижается продуктивность виноградников. Они все больше становятся подверженными различным болезням. Интенсивным методом выращиваются лишь 38% виноградников. Урожайность местного винограда в полтора-два раза ниже, чем в других странах Азии. Кроме этого, 90% винограда, выращиваемого в нашей стране, составляют косточковые сорта, в то время как в мире растет спрос на виноград без косточек. В прошлом году за счет сокращения зерновых площадей в Алта-Арыкском районе заложены крупные виноградники на 2000 гектарах. В них обеспечены работой 5000 жителей района. Это, в свою очередь, позволит заготовить дополнительно 60 тысяч тонн винограда. Обеспечить экспорт продукции почти на 100 миллионов долларов в следующем году и 200 миллионов долларов в последующих годах после выхода на полную мощность. Новые виноградники также созданы в Фарижском, Галя-Арельском, Янгиабадском, Черокчинском, Паярыкском и Кашурабадском районах. Данный опыт будет в основе создания новых крупных плантаций в 44 районах Каракалпакстана и областей, для чего будут развивать инфраструктуру для их обслуживания. Выращивание сертифицированных саженцев винограда будет развернуто на землях Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева и других научных учреждений. Также будут предоставляться субсидии в размере 10 миллионов суммов за каждый гектар новых сертифицированных плантаций. Для финансирования закладки виноградников банкам выделят ресурсы в размере 100 миллионов долларов. У нас внедрены инвитро-лаборатории, в которых выращиваются сорта винограда без вирусов. Перед нами поставлены важные задачи по созданию высокоурожайных мороза и жаростойких сертифицированных сортов, чтобы мы имели возможность поставлять их потребителям бесперебойно. Институт располагает достаточными возможностями в этом плане. Есть земля, техника, специалисты. Недавно за счет средств Семирного банка завезли дополнительные инвитро-лаборатории. Используя их эффективно, не только обеспечим высокоурожайными и экспортоориентированными сортами наши 500 гектаров, но и всю республику. А каким большим потенциалом обладают приусадебные земли населения? Вот пример. В домохозяйствах Булакбашинского района выращивают 5000 тонн винограда, что приносит 15 миллиардов сумм дохода. Опыт достойный как восхищения, так и популяризации. Виноград можно выращивать по периметру участков, вдоль дорог. Впрочем, возможностей много даже у подъездов многоэтажек, как, например, в Махаленовза, Челанзарского района столицы. Было бы желание и стремление. У подъездов домов таким образом растет виноград. Теперь мы еще больше будем обращать внимание его выращиванию, привлекая к этому делу молодежь, передавая им накопленный богатый опыт в этом направлении. Ведь как красиво, прохладно под виноградниками, а главное, каждый может попробовать урожай. Угостить виноградом гостей, например. Выдвинутая инициатива президента по размещению саженцев винограда вдоль улиц по периметру приусадебных земель, в частности, воодушевляет нас, ведь виноградарство – это еще и культура. Потому на свободных площадях мы будем выращивать виноград лучших сортов. Нужно выращивать именно такие сорта, которые бы приносили высокие доходы. Даны поручения по созданию новых видов сортов виноградников от морозостойких и особенно востребованных в мире без косточков сортов винограда. Для этих целей агентствам были выделены средства в сумме 10 миллиардов сумм Центру науки и инноваций при Министерстве сельского хозяйства. И еще. Выращивание винограда на шпалерах может повысить урожайность в 2-3 раза. С учетом этого, до 30% расходов на сооружение шпалер будут компенсироваться из бюджета. Кроме того, ввоз оборудования и техники, используемых в виноградарстве, будет освобожден от таможенных пошлин. Я в своей жизни видел очень опытных таких садоводов. Однажды на рынке я встретил молодого парня, который торговал виноградом сорта Хасайни. К нему подошел человек лет 60 и спросил, сам ли он выращивает виноград. Парень ответил да. Собеседник продолжил и сказал, что возле этого винограда не растет кишмиш, который, оказывается, помогает опулинию данного сорта Хасайни. Поэтому между полноценными ягодками имеются и неразвитые, которые полностью не были опылены. Добавил также, что последняя обработка веток винограда не была проведена как следует, потому что грозди перед поспеванием обязательно должны впитать в себя солнечные лучи, что придаст им цвет. Я спросил у него, специалист ли он в виноградарстве. Он ответил, что является всего лишь садоводом. Вот какой опыт у наших людей. И развитие виноградарства, поднятие этой работы на самый высокий уровень является делом каждого. Уровень переработки винограда также не отвечает современным требованиям. Доля вина в экспорте еще очень низка. Тогда как, по данным Международной организации виноградарства и виноделя, в 2020 году мировой объем производства вина составил 2,6 миллиарда декалитров. Основными же производителями вина являются Италия, Франция и Испания. А лидером в экспорте вина остается Франция – 8,7 миллиарда евро. Италия на втором месте – 6,2 миллиарда евро. Далее Испания – 2,6 миллиарда евро. Виноградарство на основе науки и инноваций – это еще и развитие энотуризма. Направление, кажется, для нашей страны новое. Но уже есть определенные результаты по организации туристических плантаций в регионах. Здесь на 15 гектарах выращивается виноград экспортоориентированных сортов, таких как Юпитер, Резома Тотта, Хусайна, Кишмиш, Сагдиана. Это своего рода кластер, представляющий собой законченный цикл производства. И что немаловажно, его деятельность служит развитию энотуризма. Кластер такой же, как и во Франции и Италии, например. Насколько результаты работы оправдывают ваши ожидания? Результаты работы оправдывают больше, чем на 100%. Дело в том, что виноградники у нас есть, гости к нам приходят, винодельные есть. И более того, наши дети стали заниматься этим проектом и стали расширяться. Уже сейчас мы открываем филиал в Паркенте, открываем филиал в Сурхандарье. И наши дети будут заниматься этим дальше. Планы на будущее такие же смелые? После этого в виде селекторного совещания, конечно, мы все вдохновлены тем вниманием, которое оказывается нашему виноградарству. И мы планируем уже открывать филиалы в каждой регионе, в всех областях Узбекистана. Люди хотят посмотреть, как выращивается виноград, хотят сами поучаствовать в его переработке. И вот предоставленные вот эти возможности, они, конечно, стимулируют поток туристов, и фермеров стимулируют к тому, чтобы они развивались в этом направлении. Плантация притягивает к себе туристов, желающих поближе ознакомиться с виноградным хозяйством, продегустировать произведенную здесь продукцию из местного урожая, отдохнуть на лоне природы. У нас на хозяйстве есть 8 методов выращивания винограда. Канадская технология туннельной теплицы, есть американская Y-образная шпалера, китайская солнечная теплица, испанская технология перроны, французская традиционная вертикальная шпалера, итальянская технология тендоны, естественно, есть узбекский ваиш, алтарыгский, и есть паркенский ертов. Туристы, приходя к нам, они в первую очередь смотрят, как выращивается виноград по разным технологиям, как он дает урожай в разное время года. Также у нас есть декоративный сад, где они могут познакомиться с растениями разных стран. Потом они могут остановиться у нас в гостинице, отдохнуть, подняться в ресторан, продегустировать нашу продукцию. И у нас в результате получается мини-кластер, когда мы сами выращиваем виноград, сами перерабатываем и сами предоставляем нашим туристам. Но этого пока недостаточно. Необходимо развивать данное направление. Таким кластерам будут предоставлены льготы для покупки перерабатывающего оборудования, сушки и упаковки винограда. А акцизный налог на натуральные вина будет отменен. Как показывает анализ, в нынешнем году экспорт столового винограда можно довести до 200 миллионов долларов, изюма — до 130 миллионов долларов, а экспорт натуральных вин — до 50 миллионов долларов. Теперь при экспорте 30% выращенного урожая налоги на прибыль и имущество будут снижены на 30%, а при экспорте более 30% — в два раза. Кроме того, на каждый литр поставляемого за рубеж натурального вина будет предоставляться субсидия в размере 5000 сумм. Таким образом, сформирована единая система, созданы все возможности для раскрытия солидного потенциала отрасли. Соответственно, увеличение объемов экспорта продукции, выращиваемой в солнечном крае. И если эффективно воспользоваться ими, то недалек тот день, когда виноградарство превратится в одно из самых прибыльных направлений. А отечественные сорта винограда станут настоящими брендами. Главное — предпринимаемые усилия обеспечат дальнейший экономический рост страны, а значит и уровня благосостояния народа. В Кибрайском районе продолжается возведение грандиозного комплекса «Новый Узбекистан». Символичное название невольно подсказывает, какой масштаб предстанет Зору. Ведь проект станет не просто шедевром архитектуры, но и местом особой энергетики. Уже обозначились очертания комплекса. Наверняка вы помните, президент посещал строительство «Майя». А на этой неделе снова приехал лично. Лично оценил, как идет работа, как рождается проект, приуроченный к 30-летию независимости страны, между прочим. Его концепция, напомню, воплощает в себе историю национальной государственности. Наш современный путь, мечты и большие цели. Да, многое он вобрал. Уникальный зеленый ландшафт, современные системы освещения, акустики, оригинальные инженерные архитектурные решения. И все это сольется в единую и поражающее воображение композицию, говорят архитекторы. Ничего подобного раньше не возводилось. Рождающаяся прямо на глазах симфония из камня, зелени, света, лучших технологий через яркие образы расскажет о нас. О пути, которые прошли. О том, что нет ничего невозможного, если не сомневаться в собственных силах. Коренная модернизация всех сфер. Цель реформаторских усилий последних лет. Чтобы жизнь простых людей стала благополучнее, увереннее, комфортнее. Знаков изменений в наши дни множество. Они в ультрасовременных производствах, масштабном жилищном и инфраструктурном строительстве, преображении родных махалей. Особое внимание и создание в столице парковых зон благоустройства водных артерий, каналов. Но сегодня о проекте, аналогов которому по масштабам и значимости еще не было. В строительстве по инициативе президента Шавката Мерзиёева уникального по своему смысловому наполнению парка Новый Узбекистан. Глава государства лично контролировал ход разработки проекта, вносил необходимые коррективы. По этой локации особое событие состоялось 1 мая нынешнего года. Президент с представителями общественности в этот день посадил саженцы в новом парке, тем самым дав старт масштабному строительству на площади 104 гектара. Проект этого парка разработан так, чтобы отразить 5 направлений стратегии действий. Если сверху посмотреть, можно будет увидеть 5 мощных ветвей. На территории одной символичной ветви посадим каштаны, на другой дубы, на еще одной тюльпановые деревья, посадим цветы. Мы должны так благоустроить, чтобы пришедшие сюда люди окунулись в атмосферу культуры, смогли хорошо отдохнуть. Здесь будет комплекс СТХЛАГ. Мы отмечаем 30-летие нашей независимости. Это будет комплекс, демонстрирующий 3000-летнюю историю нашей национальной государственности. Сюда будут приходить узбекистанцы во время проведения в стране международных форумов зарубежные гости. И при посещении, без слов, зайдя внутрь этого центра, увидят наглядные свидетельства нашей уникальной истории в 3000 лет. Конечно, в этой работе особая задача воспитать молодежь в духе патриотизма. Чтобы они жили мыслями, что это мое государство. У меня великие предки, они прошли такой путь. Достоин ли я этого? Мы стремимся разбудить именно эти мысли и чувства. Я хочу с вами посоветоваться. Вы поддержите, если этому парку мы дадим название «Новый Узбекистан». Страна в ритме стремительных перемен. А потому этот объект, уверен, президент Шавкат Мерзиёев, станет примечательным не только своим ландшафтом, но и глубоким содержанием. Данный величественный парк будет комплексом, отражающим новый облик Узбекистана. Его огромный потенциал – единство и сплоченность многонационального народа. А еще концепция парка воплотит в себе историю национальной государственности и цели Третьего Ренессанса. Все здесь будет детально продумано и нести особый смысл. К примеру, деревья высажены в виде пяти ветвей огромного дерева, что будет символизировать пять приоритетных направлений стратегии действий. На уходящей неделе этот адрес вновь посетил президент. Детально инспектировал данный объект. Его строительные площадки беседовал с инициаторами проекта, архитекторами, подрядчиками. Цель предельно ясна – создать не просто зеленую зону, адрес, где люди смогут отдохнуть, на лоне живописной природы, а место – высокой культуры и духовности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В духовной жизни нашего народа всегда особое место занимало создание садов, парков. И примеров тому немало. Это знаменитые сады, созданные нашими великими предками Амиром Тимуром, Бабуром и Мирзу. Я уверен, что создаваемый сегодня парк является ярким свидетельством огромного созидательного потенциала нашего народа. Он станет душой, сердцем нашей независимости, местом, возвеличивающим ценности современного Узбекистана. 1 мая руководитель нашей страны посетил этот адрес. Сам лично посадил саженцы деревьев. Этот символичный момент мы, поэты, писатели, представители искусства, общественности, вспоминаем с особым волнением и теплотой. Посмотрите, 2000 строителей день и ночь трудятся на этом объекте. Во всю работу они вкладывают душу, проявляя огромное уважение ценностям независимости. Этот парк станет не только источником вдохновения, не только местом досуга людей, но и местом формирования гордости за свою страну. Ведь в своих деталях он воплотит 3000-летнюю историю нашего государства, великую культуру, духовность, наши светлые устремления. Мы живем в исторический момент формирования фундамента Третьего Ренессанса. Но этот адрес расскажет и о том, на какой основе строится наше будущее. И пришедшие сюда многочисленные зарубежные гости, узбекистанцы, молодежь получат здесь обширные исторические знания. Парк станет местом формирования гордости за свою страну, патриотизма, местом, сплачивающим людей вокруг благородных целей, направленных на последовательное движение нового Узбекистана вперед. Это место предполагается сделать глубоко философским парком для общения, для понимания друг друга, для выработки жизненной философии и позиции. Для нашего народа, который традиционно земледелец, создание парка – это создание какой-то жизненной красоты, того приюта для красоты, отдохновения, который сопровождает всю жизнь. Наш город растет, становится многомиллионным, и, конечно, для нас очень важно иметь эти замечательные зеленые уголки, которые возвращают нас к природе, к естественности, к здоровому солнечному свету и, прежде всего, к пониманию жизни. В саду цветут живые тайны, и прорастает красота, среди стволов пирамидальных сквозит пространство чистота, будры кустарник и деревья, и надо только бросить взгляд из глубины уединения на целый мир, как этот сад. И, конечно, для поэтов, для философов, для романтиков это прекрасное место. И я жду того момента, когда мы встретимся на этом месте и увидим огромный зеленый прекрасный парк. Доброе начинание нашего города. Итак, на строительстве уникального по своей сути масштабу и замыслу объекта сегодня задействованы все силы и ресурсы. Работают более 200 единиц современной и высокопроизводительной техники, свыше 2000 специалистов. Применяются лучшие технологии и инженерные решения. Итак, на этой огромной площади в 104 гектара реализуется этот масштабный проект с символичным названием «Парк Новый Узбекистан», символизирующий страну, которая движется к новым амбициозным целям. Уже вырисовываются очертания амфитеатра на 5000 мест, где будут проводиться культурно-просветительские мероприятия. На данной территории будут воздвигнуты и другие объекты, которые призваны создать максимально комфортную среду для наших современников. Значимость данного проекта состоит в том, что это является своеобразным подарком к 30-летию независимости нашей страны. Уникальность заключается в том, что при проектировании, при строительных работах мы опираемся и руководствуемся мировыми нормами стандартов качества введения строительства и организации процессов. Объект условно поделен на 7 частей. Каждый из пяти лепестков представляет из себя отдельную строительную зону. Плюс к этому два отдельных объекта – это амфитеатр и стелла. На сегодняшний день ведутся работы по прокладке наружных коммуникаций, установке осветительных столбов, прокладке гранитных и брусчатных дорог. Планируется в короткие сроки начать процесс озеленения и посадки деревьев. О масштабах данного проекта можно сказать цифрами. Территория газона составляет более 300 тысяч квадратных метров. Соответственно, для поддержки жизнедеятельности данных насаждений предусмотрена прокладка 60 километров труб для полива газона и возведения четырех резервуаров, каждая из которых емкость составляет полтора тысячи тонн воды. Здесь, напомним, на территории в один гектар возводится комплекс «Истеклол», посвященный особой дате в истории Узбекистана – 30-летию независимости нашей страны. Он по замыслу главы государства станет олицетворением трехтысячелетней истории нашего народа, великих свершений наших предков, отражением национального самосознания и нового облика Узбекистана. Молодежь, многочисленные зарубежные гости, которые будут приходить сюда, смогут удостовериться в этом. В настоящее время заложен фундамент и начата установка каркаса этого грандиозного объекта. На сегодняшний день закончены работы по возведению железобетонного основания, фундамента. Основание состоит из 60 свай, которые уходят под землю 25 метров, так как вес самой металлоконструкции превышает 400 тонн. Можем видеть первую часть, часть основания данной металлоконструкции. Строительство ведется совместно с турецкими специалистами, представляющими компанию «Аутдор Фэктори», которая является ведущей мировой компанией по возведению уникальных нестандартных объектов. На самом участке Стелла трудится более 150 человек. Сегодня полным ходом возводится здесь и амфитеатр на 5000 мест. Территория данной строительной площадкой 1,4 гектара. Земля под сооружением была выровнена и засыпана каменной смесью. Подготовлена бетонная подушка фундамента. Установлен стальной каркас зданий и залито основание. Главгосударство поручило оборудовать объект по последнему слову техники, детально продумать и установить самые лучшие системы освещения и акустики для проведения национальных праздничных торжеств, многочисленных культурно-просветительских мероприятий. В настоящее время здесь установлена зрительская трибуна и смонтировано основание сцены. Хочу обязательно подчеркнуть, что этот проект уникальный проект. По дизайну, по архитектуру и могу сказать, что по ландшафту уникальный проект. У нас 104 гектаров общий парк, там будет 60 гектаров зеленая зона. У нас так разделена вся территория. Каждый человек, когда сюда придет, остается минимум день. Наша цель, чтобы каждый гражданин Узбекистана, придя сюда, чувствовал гордость за свою страну. Кроме Схлан-Маджмуасе, у нас есть амфитеатр на 5000 человек. Это уникальный проект. В Узбекистане такого амфитеатра еще нет. Сейчас мы уже на третьем этаже, еще начали фасадные части. Глава государства посетила этот объект. Мы рассказали, как ведется работа. Дано отдельное поручение насчет амфитеатра, а также по улучшению ландшафтного дизайна. О масштабах проекта говорят и такие цифры. С начала строительства выкопано 58,2 тысячи кубометров земли под тротуары. Засыпано 37,3 тысячи кубометров каменной песчаной смеси и 5,3 тысячи кубометров каменной крошки. Залито 7,1 тысячи кубометров бетонного покрытия. Подготовленные площадки для фонтанов. Пять гектаров у нас озера есть, холм, где смотрая площадка, ивент-зон. Вот здесь есть отдельное оранжее с рестораном. Отдельно вот здесь будет 64 беседки, где можно привезти пикник. Три территории у нас, где будет организован отдых людей. В общем сложности шесть ресторанов у нас. Три из них панорамный вид, а три с террасой. А еще пять детских площадок есть. По периметру парка 4 километра велодорожка. Есть отдельные парковки. В общем сложности больше, чем 2000. Да, ландшафтному дизайну особое внимание. Это будет новое слово в дендроискусстве. Создадут здесь уникальные рекреационные тематические зоны. Каштановый, дубовый, кленовый, тюльпановый, липовый сады. Комплекс уникальных декоративных деревьев, кустарников и цветов. Зимнюю садовую оранжерею. С этой целью на территории нового огромного парка уже собраны и готовы пустить мощные корни десятки разновидностей флоры. Каждый вид многолетних представителей растительного мира, конечно же, в ярком симбиозе на данной территории позволит обогатить этот адрес. Создать еще одни легкие столицы. Дарящий животворный кислород, формирующий благоприятную экологическую среду. Президенту детально рассказали об аккумулированной здесь дендроколлекции. Мы сейчас находимся в новом питомнике, где проходит наши деревья адаптационный период. Тут у нас установлена поливная система, которая дает режимный полив наших деревьев. В нашем парке будет посажено 13 тысяч деревьев и 500 тысяч кустарников. Все наши деревья и кустарники мы привозили из Италии и из Турции. В парке Нового Узбекистана будет посажено более 50 видов деревьев и кустарников. Тем самым в нашем новом парке мы создадим уникальную экосистему. Президент, посетив данный адрес, поручил детально разработать карту, где будут посажены наши деревья и кустарники. До настоящего времени уже привозили более 40% наших деревьев. Будем дальше расширять нашу коллекцию. Да, по этому адресу все будет во взаимной увязке. В новую экосреду со вкусом инсталируют объекты сервиса. Территории непринужденного отдыха, пикников. Огромное искусственное озеро, а еще спортивный комплекс с теннисной, волейбольной и баскетбольной площадками. Фонтаны, парковки и многое-многое другое. Словом, все с ориентиром на создание особой комфортной атмосферы. Яркого места притяжения жителей и гостей столицы. При разработке данного масштабного проекта был изучен мировой опыт строительства парковых зон. Его отличительная особенность в том, что он ярко отражает культуру и ценности узбекского народа. И с экологической точки зрения этот парк имеет большое значение. Сегодня из-за глобального потепления температура в мегаполисах повышается. Этот парк, занимающий очень большую территорию, станет прохладным местом, где можно наслаждаться в жаркую летнюю погоду. Президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев посетил данный объект. Ознакомился со строителями работами. Я убедился в том, что основной упор делается сегодня на создание максимальных удобств для людей. Здесь также высадят образцы флоры, произрастающие в тропиках, чтобы и взрослые, и дети были ближе к природе, знали о её многообразии. Для этого будет построена специальная оранжерея. Вы знаете, будущие поколения имеют право на благо природы, которыми мы наслаждаемся сегодня. Создание таких парков – дальновидная идея с заботой об экологии. Глава государства, подробно ознакомившись с ходом строительства объекта, дал поручение по качественной и своевременной реализации проекта, применению на всех этапах самых современных технологий и передового зарубежного опыта. И пройдёт совсем немного времени, всё задуманное обретёт реальное очертание. Ещё один адрес наполнится энергией жизни, напоминая яркими символами каждому из нас о самых дорогих сердцу ценностях. Мире, созидании, устремлённости в будущее, удовлетворённости жизнью каждому узбекистанцу. Климат Узбекистана – это уникальные возможности в плане использования возобновляемых источников энергии. Солнце, ветер, вода. В случае их эффективного применения, они обещают солидные объёмы выработки электроэнергии. Сегодня же мы не задействуем и половины гидроэнергетического потенциала, но стремимся. Вот четыре года назад, в мае 2017-го, постановлением президента утверждена программа «Мир по дальнейшему развитию гидроэнергетики» аж на пять лет. Программа включает 65 проектов. Общая сумма – почти 3,5 миллиарда долларов. И часть уже реализована. В этом же году планируется запустить ещё ряд. Это будут новые мощности, модернизация действующих с увеличением их возможностей. Итак, по прогнозам специалистов, к 2026 году мощность гидроэлектростанции страны возрастёт в 1,7 раза. А выработка электрической энергии увеличится до 15%. Давайте всё в деталях. Климат нашей страны сам будто подталкивает к использованию всего потенциала возобновляемой энергетики. А если воздух и солнце пока что не являются лидирующими позициями, то вода, а точнее гидроэлектростанции, помогает поставлять в энергогенерацию республики 12,7% мощностей. Но потенциал гораздо выше. По оценкам экспертов, потенциал гидроэнергетических ресурсов в стране превышает 27,5 миллиард киловатт-часов в год. Однако задействована сегодня только треть доступной мощности, потому строительство новых гидроэлектростанций в различных регионах страны, модернизация существующих – это требование сегодняшнего дня. Причём требование, которое опирается и на мировой опыт. Смотрите, сегодня 16% мировой электроэнергии вырабатывается именно гидроэлектростанциями. В 2020 году, как говорится в отчётах Международной гидроэнергетической ассоциации, этот показатель вырос до рекордного уровня. Было отпущено 4370 тераватт-часов электроэнергии. Почему? Всё просто. Гидроэнергетика – самый дешёвый источник. По оценкам, стоимость одного киловатта энергии, произведённой, скажем так, на воде, в среднем составляет 47 тысячных долларов, или почти 5 центов. То есть доступно. Это факт. А значит, можно наращивать мощности. Но этот вопрос десятилетиями был у нас в стране без внимания. Старт нового периода обновления и наращивания мощности дало постановление президента о программе мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2017-2021 годы. Постановление делалось акцент на увеличение мощности гидроэлектростанции. Если взять 2017 год, доля гидроэлектростанции в единой энергетической системе составляла около 10-11%. По нашей концепции, которая разработана до 2030 года, мы этот процент хотим увеличить до 23-24%. Так вот, в соответствии с программой мер, Узбек Гидроэнерго сегодня работает над реализацией 65 проектов. Уже в 2020 году было сдано 6 гидроэлектростанций. Из них 2 новых и 4 модернизировались. Это более 117 мегаватт мощности. Это здоровая выработка 584 миллионов киловатт-часов. Это было Зарчоп ГЭС-1, это Камчикская ГЭС, ГЭС-9, ГЭС-14, ГЭС-3 и ЮФК-2 гидроэлектростанций. Также в этом году планируется сдача трех объектов. Зарчоп ГЭС-2, Камалот ГЭС и модернизация Фархазской ГЭС. Общая мощность около 154 мегаватт. Сегодня уже запущены 12 проектов мощностью 1100 мегаватт. Еще 20 проектов на 950 мегаватт находятся в завершающей стадии. Значит, реальных результатов масштабной программы стоит ждать уже в самое ближайшее время. Увеличение мощности на каждой гидроэлектростанции это более 10%. То есть на примере Фархазской ГЭС можно увидеть, мы увеличивали мощность на 14 мегаватт. Это дополнительно несколько районов, которые могут обеспечены электрической энергией. Ранее на реке Топаланг вырабатывалось 30 мегаватт электроэнергии. Когда проекты Зарчоп 1, 2, 3 будут запущены, мощности выработки достигнут 250 мегаватт. То есть энергии хватит на полное обеспечение аж в 8 районов. Река Топаланг приносит пользу не только Сариасийскому району, но и всей области. Примером тому являются строящиеся по поручению президента гидроэлектростанции. Раньше у нас перебои со светом были часто, но сейчас проблемы уходят в прошлое. Это тенденции не только нашей области, но и всех регионов. Создается новая инфраструктура, качество жизни растет. Молодежь, видя какой благородный труд у строителей, архитекторов и инженеров, берет с них пример. Специалисты делятся опытом, мотивируя ребят развивать свой потенциал. Более доступным становится для них и высшее образование. ГЭС «Зарчоп-2», строящийся на реке Топаланг, мощностью 38 мегаватт, сможет в год вырабатывать дополнительно 101 миллион киловатт часов электроэнергии. Это позволит покрыть значительную долю потребности в энергии южного региона нашей страны. Сейчас идет финальный этап строительных, монтажных и пусконаладочных работ. Проект будет готов к сдаче в эксплуатацию. Также проработан проект «Зарчоп-3». Уже ведутся подготовительные работы, вычисляется необходимое количество спецтехники и строителей. Первый этап строительства стартует в ближайшей перспективе, после утверждения проектных данных. ГЭС «Фархот» уже много лет обеспечивает энергией населения и промышленные предприятия «Сардарии» не только. Но до сих пор, представьте, она так и не заработала на полную мощность. Наоборот, с годами появились потери, ведь техника младше не становится. Сейчас модернизация здесь идет полным ходом. Проект 72 миллиона 400 тысяч долларов нацелен на повышение эффективности выработки энергии. Так будут установлены 4 современных агрегата в 63,5 мегаватт каждый, в результате чего общая производственная мощность составит 127 мегаватт. А это ни много ни мало – 531 миллион киловатт-часов. Суточно у нас общая суммарная мощность на 17 мегаватт мы увеличиваем. Ну, плюс меняем полностью все оборудование. Троссоматоры меняем, меняем полностью линии, меняются распределительные сети, меняется качество оборудования. Перешли уже на новые технологии. В первую очередь безопасность – это качество выдаваемой электроэнергии. Сенсуал кадров хороший в этом плане. Мы сотрудничаем сейчас с тремя институтами. Это технический университет, архитектурно-строительный институт, сферы строительства, ирригационные институты, где обучаются наши специалисты. В прошлом году 100 наших специалистов поступило в эти институты. Мы привлекаем этих студентов для работы наших гидроэлектростанцев. Также у нас определенные именные стипендии по лучшим ученикам, которые обучаются. И так мы мотивируем их, чтобы они работали в гидроэнергетике. С 91-го года по 2013-го года было запущено всего лишь 6 гидроэлектростанций. Суммарной мощностью 150 мегаватт. За последние 4 года мы запустили 10 гидроэлектростанций, кроме того, одну ветровую установку. Единственную, которая сейчас в республике Сбекистан. Из 65 проектов на данный момент на стадии запуска находятся 34 новых гидроэлектростанций. А 31 из них находится на стадии модернизации. Мы сейчас находимся на гидроэлектростанции Камолот. Здесь ведутся строительно-монтажные работы, и в скором времени они закончатся. Было построено, и в настоящее время работает 19 гидроэлектростанций. А это Камолотский ГЭС уже 20-й будет по счету. В настоящее время ведутся завершения строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ. Поставка основного оборудования была из стран Германии. Суммарная мощность гидроэлектростанций Камолот составляет 8,16 мегаватта. Но если работать на полную мощность, это порядка 10 тысяч семьи будет обеспечена электриней. Суммарная мощность Пскумской, Малалакской и Нижней Четкальской ГЭС – 616 мегаватт. Запуск гигантской Пскумской, к примеру, позволит вырабатывать 946 миллионов киловатт-часов в год и экономить 250 миллионов кубометров природного газа. Мощность реально современного объекта – 400 мегаватт. Согласитесь, солидные цифры экологически чистой и дешевой электроэнергии. В модернизации либо строительстве гидроэлектростанций привлекаются иностранные специалисты. И как идет сотрудничество с ними на данный момент? На сегодняшний день мы работаем с китайскими и российскими компаниями, которые поставляют нам оборудование для модернизации, для строительства новых гидроэлектростанций. Модернизация велась в период сентября 2018 по март 2020 года. Из Китая также было привезено дополнительное оборудование. Мы победили в двух тендерах на строительство новых производственных объектов, реализация которых позволит укрепить сотрудничество в этом направлении. Наша компания специализируется как на строительстве ГЭС, так и на внедрении новых технологий в энергетическую промышленность. В Узбекистане отличный потенциал для развития данной сферы, ведь для этого здесь очень благоприятный климат. В ходе модернизации было обновлено все существующие основные вспомогательные оборудования. Четыре года назад, допустим, до модернизации, какая мощность была здесь? Сейчас на сколько поменялось? Старая станция, установленная мощностью 15 мегаватт, выдавала в последнее время не больше 12 мегаватт. Новая станция вырабатывает 16,6 мегаватт, два агрегата по 83 мегаватт. Вся система была обновлена на новую. Мы можем управлять станцией, непосредственно находясь в машинном зале, или на пульте управления в дистанционном виде. Все параметры станции там показываются. Мы можем, сидя в компьютере, все это управлять. Центральная система водосвоза Куичаткалского ГЭС. Ведется процесс прокладки трубы протяженностью 438 метров. И в скором времени именно по этим трубам протекут миллионы кубоветров воды. По предварительным оценкам, по завершению строительства здесь будет вырабатываться 282 миллиона киловатт-часов электроэнергии в год. И вот еще. После запуска процессов трансформации появилась возможность оптимизировать затраты на строительство. Например, в 2020 году в результате выработки 16 строительных норм затраты на возведение снизились на 25,6%. А это 72 миллиарда сумм. В 2021 году ожидается снижение расходов уже до 104 миллиардов сумм. За два года я могу сказать, что очень большие успехи в узбекской гидроэнергетике. Очень большие успехи. Потенциал Узбекистана просто огромный. Любая запущенная ГЭС дает скачок в качестве экономики. То есть дешевая электроэнергия, это безопасная электроэнергия, это очень чистая электроэнергия. После строительства еще будет развиваться инфраструктура, будет построена заводы, например. Создаются дополнительные рабочие места, будет развивать инфраструктуру. Здесь будет строиться садик, школа, многоэтажные дома. Самое главное, эти гидроэлектростанции будут обеспечивать бесперебойную электрическую энергию. Все электростанции, которые сегодня строятся в гидроэнергетической системе Узбекистана, нового поколения. За счет таких современных проектов, по предварительным прогнозам, в 2026 году суммарная мощность ГЭС в сети увеличится в 1,7 раза, почти в 2 раза. Это миллиарды киловатт-часов энергии, которая бежит по артериям страны, обеспечивая социальный, экономический рост. Побольше энергии и, конечно, здоровья хочется пожелать вам всем перед началом новой недели. Кстати, не забудьте заглянуть на цифровую платформу УТТ нашего канала, где вы сможете посмотреть любой повтор понравившегося вам эфира. Это была программа «Тахлилнама». До встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!